сегодня у нас кадре нож терминус xr lte или light версия модель уже знакомая модель от найс популярных наверное от компании сок после этом пентагона после именитых мультитулов эти позиции уже заранее открыты они участвовали в наполнении контента в виде фотографии и давайте посмотрим что здесь нового да прежде всего поскольку модель повторюсь уже всем знакомы видим обозначением маркировки стали где cpm с 35 вен криво обработка light версия в обозначении 63 грамма мы это проверим амбидекстер по замку с орлок он тоже нам знаком карбон фибер накладки и соответственно позиционирует также что помимо накладок здесь еще и лайнера из карбона и на этом это же взглянем присутствует клипса здесь уже у нас по весу 63 грамма длина клинка 75 общая длина соответственно 182 и сложенном виде 106 миллиметров на обороте здесь ничего интересного здесь абсолютно та же модель отличаются они разве что по цвету ну давайте будем смотреть что здесь интересного и видим сразу две модели от на в 6 мы пошумим каком черно-золотом цвете ну этот конечно цвет более привлекателен ниже вот второй позиции которая можно ее назвать полностью темной но вот клинок серый blackout а мне назовешь но и так вот намертво буквально закреплены другие позиции и давайте посмотрим вблизи как они выглядят очень круто конечно смотрится в золотом цвете и на обороте так вот цвет клипсы да ну кому что кому как говорится оттенки серого ну вот меня лично зашел визуально вот этот вот цвет здесь у нас на клинке есть небольшое небольшой след от пластиковой вставки которая предотвращает от травматизации упаковки упаковка там такой блистер да и сверху картонка там ничего интересного упаковка обновилась еще и в предыдущей версии видим контрастную гравировку стадис observation group или сок себе мыс 35 мин и давайте будем посмотреть что здесь интересно на первый взгляд он абсолютно тот же конечно он прям практически невесом x орлок замок на ура работает два шпинка под правую левую руку и действительно нож такой амбидекста да будь то вы правша или левша вам все нипочем вам будет удобно открывать и закрывать его спокойно и вот так вот за замок спейсер он же образует здесь фиксацию клипса клипса сюда прячется причем она с реверсом на противоположную сторону или можно назвать его двухпозиционной но так называемый тип об на или кончиком вверх соответственно если вы правша то в стоке он идет под прошу если вы левша то и легко переориентировать с путем такого вот торкса он откручивается и на противоположную сторону и оснащается здесь есть соответствующие отверстия спейсер также фиксируется маленькими торксами что еще в осевом также торкс что-то вроде шестерки наверно до небольшой причем такое ощущение что спейсер фиксирует более большего размера номер торса нежели даже сам осевой ну давайте посмотрим в разложенном виде и здесь вот самое интересное обратить внимание здесь стальных лайнеров нет вот сейчас я поймаю ракурс вот в этом ракурсе видно как лайнер вот этот вот он также из карбона но обратить внимание вот если мы берем вот так вот на срезе этот пирог состоит из двух частей карбона то есть лайнер из карбона и накладки из карбона и вот этот вот лайнер из карбона он еще и дополнительно имеет облегчение двух сторон абсолютно симметрично поскольку здесь замок не лайнер и здесь никакого металла не нужно до замок xr и таким образом достигнута практически невесомость этого ножа при этом наверно по прочности он никак не будет уступать нож эдисишный нож практически подойдет любому но если вы не занимаетесь грубыми очень работами ежедневно то вот такой повседневный нож вам будет вполне 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 по вкусу ну и давайте посмотрим на вторую модель которая выполнена в полностью таком сером цвете прекрасная также механика видим ту же гравировку два шпинька под правую левую и здесь все то же самое по лайнерам они из карбона и спейсер также фиксируют клипсу но все абсолютно то же самое ну что давайте мерить и этом будем уже последовательно переходить к весу и заканчивать по ролику общая длина как позиция как заявляет производитель 182 миллиметра но здесь у нас вот если прям скрипса считать действительно на 182 получается длина клинка 106 а нет длина клинка должна быть 75 вот мы тоже до упора в принципе это видим но и сложного состояния получается 106 миллиметров ну нам нет продемонстрировали толщину клина здесь 27 ширина клина соответственно у нас получается 25 и 6 миллиметров и сведен он я думаю где-то 05 может даже немножко поменьше ну нет 059 получилось в средней части 057 на переходе мы имеем 06 и на острее я думаю где-то в миллиметр да а нет 073 получается ну что прекрасная новинка без того популярной модели это сок терминус xr исполнении но и давайте наверное уже будем проверять его вес поскольку самое главное что тут заявлено это его практически невесомость и померяем каждую модель чтобы убедиться если здесь 63 грамм вот у нас погрешность 2 грамма и нас получается даже 60 здесь мы подвинули но сейчас будет долгие мучения по выключению и включению весов по механике давайте посмотрим на центровку центровка практически идеальная посмотрим на люфты люфта совсем никакого здесь нету пока серенький взвесим 64 грамма у меня получилось здесь также никак не люфтит сложенном положении обратить внимание какая идеальная центровка при выборе данной модели не совсем скажу на что обращать внимание поскольку по крайней мере предыдущей модели которые были отпущены отгружалась их очень много не было нареканий практически никаких что будет с этими ну я думаю они также с учетом того что это нож и диссишный проигрывать не будут а вот за счет веса будет только выигрывать обратить внимание также как вот накладки из карбона имеет и параллельной линии что придает дополнительную такую оригинальность данной модели ну что на этом все сок тер минус xr ну ты я практически невесом всех благодарю за просмотр оставайтесь с нами и у нас еще будет что рассказать